Да, спасибо. Всех приветствую. Я немножко камеру так спущу вниз, чтобы было лучше видно. Да, цикл идет. Первая часть прошла, как мне кажется, успешной. Поговорим на этот раз о библиотеках высших учебных заведений. Я заранее прошу, если будут вопросы по ходу, задавайте. Не нужно ждать конца нашей встречи. Пишите вопросы в вкладку с вопросами, чтобы было проще мне. Я буду отвечать прям по ходу. Итак, начинаем. Пути развития библиотек. Развитие библиотек высших учебных заведений. Библиотека как точка кипения. Этот проект появился не так давно. Да, этот проект появился не так давно. Собственно говоря, нужен ли он университету? Дело в том, что данный проект распространяется, ну, как пробные, пробные точки. Не только на университеты, еще и на обычные библиотеки. В основном не крупных городов, а поселений, иногда в селах бывает. Даже есть прецеденты со школьными библиотеками. Но развивается данный проект в основном, по большей части, все-таки, именно на площадке, на базе университетов. Что же это такое? Это, в принципе, технология, которую вы можете получить. Это сопровождение, скажем так, сотрудников библиотеки. Это дополнительные мероприятия от точки кипения. Будут приглашаться разные спикеры по этой линейке. Это интернет, если с интернетом проблема будет, организована открытая точка Wi-Fi, свободная. Это платформа, на которой можно будет делать и параллельно свои мероприятия, в том числе мероприятия библиотеки. Неважно, какой она статус носит. Это довольно удобная система. Система рассылки и так далее. Еще также есть система обучения всего этого дела. Поэтому в качестве такого некого толчка, толчка развития, какого-то движения, овладеть технологией, может быть, многие уже знают, видели, знают, знакомы с чем-то похожим. Потому что я знаю, что в муниципальных библиотеках многие библиотекари уже и СММ занимаются, и рассылками. Я думаю, есть такие умельцы и в научных библиотеках, университетах, академии и так далее, и в обычных библиотеках, и в том числе и в библиотеках средних профильных учреждений. Кстати, данный курс, он, скорее всего, направлен в том числе и на средние профильные учреждения. Темы так или иначе перетекают одна в другую. На самом деле это один большой курс, состоящий из четырех вебинаров. А колледж, средние заведения, они немножечко выбыли по какому случаю? Потому что, меня просто спрашивали на эту тему, потому что школа, ну, есть школа, есть вуз. Колледж, он что-то среднее. Есть, конечно, колледжи с огромными библиотеками, но в основном они либо входят в комплекс образовательный при институтах, университетах, вот. И есть школы тоже примерно с такой же комплекцией библиотек. Конечно, фонд хранения там гораздо меньше, в основном учебные, учебный материал, учебники. Но так или иначе, это больше ближе к колледжу, специальные учреждения. Они ближе все-таки к университетам. Поэтому, если есть среди вас библиотекари средних профильных учреждений, то этот вебинар тоже в том числе и для вас. Вот что я хотел сказать. Да, данный вебинар будет безумно скучным, потому что много материалов, много отсылок, ссылок, пересылок. Все это довольно сложно воспринимать. Но я посчитал нужным все это сделать. И в конце данного вебинара я дам ссылку на план одной из научных библиотек, которые я сам делал, как образец, как пример, чтобы он у вас был. Как ее можно в течение трех лет. Ну, не то чтобы развивать, я не буду говорить громко. Ну, хотя бы, чтобы было движение, какое-то брожение, какой-то интерес. Так, ну, собственно говоря, мы переходим к тому, как открыть эту точку. Еще раз повторюсь, точка кипения – это технология. Не больше, не меньше. Вы просто получаете технологию бесплатно. Да, придется повозиться, да, придется оформлять документы. Я знаю, что часть университетов кто-то за три, кто-то за полгода оформляет. Есть договоренность. Ну, там целая процедура договоренности, пакет документов. Ну, так или иначе, это того стоит. Я даю ссылки на то, что такое точка кипения, как ее открыть. Есть базовый курс по точке кипения от и до. Что это такое, как ее открыть и так далее. Можно посмотреть. Он также сделан серийно по вебинарам. И есть целая методичка по точке кипения. Тоже, как ее открыть, что это такое. Вот, все материалы здесь. Да, в данном вебинаре, в данной презентации даже картинки тоже кликабельны. То есть, если нажимаете на картинку, это тоже своя определенная ссылка. Вот, либо на видео, либо на какой-то материал. Ну, особо ценный я, конечно, выделяю материалы. Так, поэтому пробовать или не пробовать, если есть силы, если штат довольно приличный, даже если есть специальные отделы, подразделения в библиотеке, то почему бы и нет. Если библиотека довольно маленькая, что тоже встречается, и штат небольшой, и большая загруженность, то рассчитывайте на свои силы. Но в целом это дает стимул развития библиотеки. Как показывает практика, уже, в принципе, любой. Вот. Но это, конечно, не совсем для муниципальных городских библиотек, особенно крупных городов, потому что все то, что предоставляет точка кипения, так или иначе, в данных библиотеках есть. Но, как правило, в университетских библиотеках, научных, это отсутствует, потому что мы об этом потом поговорим. Научные библиотеки все-таки есть проблемы. Они очень сильно законсервированы. В этом есть плюс, но в этом есть огромная проблема. Из-за этого не происходит развитие по естественным причинам. Так. Проблемы цифровой трансформации. Ну, собственно говоря, точка кипения – это, скажем, одна из возможностей трансформировать библиотеку бесплатно. Ну, хотя бы немножко. Конечно, на 100% вы ее не трансформируете, но это такое прям хорошее вливание технологий, идей и так далее. Итак, какие у нас есть проблемы? Проблемы очень простые. Чрезмерная загруженность библиотекарей студентами, статистикой, какими-то материалами, внутренними проблемами, какой-то неразберихой. Я знаю, что в ряде библиотек есть проблемы со структурой, со штатным расписанием и, в принципе, с пониманием, кто чего, в принципе, должен делать. Ну, это такая традиционная история. Отсутствие поддержки и координации. Отсутствие поддержки как внутри коллектива, ну, начиная, если начальник, руководитель библиотеки, директор библиотеки хочет очень ее трансформировать, изменить. Либо коллектив сопротивляется, либо есть какой-то человек внутри коллектива. Ну, назовем его, не будем его называть серым кардиналом, просто активный молодой человек или молодая девушка, которая хочет что-то сделать, хоть как-то трансформировать. Душа у нее болит. Либо начальник сопротивляется, директор библиотеки, либо иная часть коллектива. А иногда это и поступательные движения, ему сопротивляются все. Потому что очень удобно, ну, как бы есть понятие бюджета, а бюджет он сильно развращает. Это касается всех библиотек, так или иначе. Что ты делаешь, денежка падает. Ничего не делаешь, денежка падает. Делаешь минимум, денежка падает. И все примерно одно и то же. Когда нет стимула, очень сложно что-то развивать. В этом есть логика. Несогласие. Но это, в принципе, отчасти и отсутствие координации. Когда коллектив, так или иначе, либо директор, либо ректор университета ставит задачу перед библиотекой, вот вам надо трансформироваться. Другой вопрос, как? Эти вопросы надо бы задать, потому что просто дать поручение трансформироваться без всего. Ну, как бы на фантазиях и идеях можно, конечно, но это очень сложно. И в этом есть, ну, скажем, элемент издевательства и фантазии руководителя. Так или иначе, высшего. Но есть в этом и несогласие, когда коллектив полностью не согласен. По разным причинам. Он не согласен, потому что не хочет меняться. Он не согласен, потому что ему ничего не дают, чтобы измениться. Нету стимулов, нету вливаний. Иногда даже не обязательно, ну, иногда даже не обязательно поднимать зарплату, чтобы пошли изменения. Достаточно показать, что библиотека нужна. Достаточно показать, что идеи библиотекарей востребованы. И под это дело будут выделяться деньги, либо хотя бы эти идеи будут выслушаны. И это уже дает очень мощную такую стимул к развитию, и интерес появляется в глазах. Ну, а если это будет еще и как-то стимулировано в плане выплат, премий за активность, то тем более, конечно. Ну, это такие традиционные способы. Я тут ничего нового не говорю. Но почему-то это упускается. Вернее, я знаю почему. Везде, где я работал, ну, кроме разве что профильных учреждений, где библиотека – это библиотека, и она не входит ни в какую структуру. Это просто библиотека. Ну, это либо филиалы больших систем, либо просто городская библиотека, либо федеральная. То там бюджет общий, он как-то вот так в целом распределяется. А когда библиотека является подразделением чего-то, ну, там, университета, школы, колледжа, да чего угодно, так или иначе происходит борьба за бюджет. И, как я вижу, до библиотеки, как правило, нет никому дела. Отчасти в этом виноватый библиотек. Сама библиотека, потому что либо она не знает, куда двигаться, либо она не хочет никуда двигаться, либо она очень много делает, но не рассказывает об этом, не показывает это. А у ректора, у директора вот этого комплекса отношения очень предвзяты. Конечно же, первые стаки расходов уходят туда, что важнее. Это студенты, это преподаватели, какие-то там программы. Библиотека, как правило, выпадает из этой системы. Почти всегда. Вот это мой личный опыт. Не знаю, как у вас. Я знаю, что есть примеры, когда директор-ректор обязательно вносит в план развития всего университета, академии, вуза, в том числе и библиотеку. И все это движется, этот комплекс, как цельная модель развивается. Но это бывает довольно редко. Библиотека почти всегда выпадает, к сожалению. Поэтому нужно быть в целом виднее и говорить о себе, заявлять, как минимум. Ну, это оценка, несогласие с предусмотренными показателями эффективности. Это KPI. Ну, по сути, кто на что наработал. Если какие-то, скажем, это, собственно говоря, и говорит о том, зачем нужна библиотека, насколько она значима для того или иного образовательного комплекса, по каким критериям она может быть интересной тому же директору, ректору и так далее. Что входит в ее задачи, в ее показатели. Муниципальные библиотеки – это посещаемость, книга выдача, справки. Очень многое, конечно, рисуется. Ну, все мы это знаем. Это такая общая система. Если брать библиотеки университетов, всех уровней, там один из важнейших показателей – это цитируемость. Это именно рекомендательные списки, по которым указатели, по которым выходят статьи. Это подборка каких-то важных, полезных тем для студентов. Ну, это сопровождение студентов. И так или иначе это каким-то образом привязывается к количеству статей. Сколько вот есть статей, то так или иначе библиотека за это отвечает. Другой вопрос, ну, по умолчанию. Другой вопрос, что библиотека не может очень сильно влиять на человека, напишет он статью или нет. Просто может помочь с выбором темы, может быть, даже где-то с разработкой темы. Но это вместе с кафедрами, конечно, нужно делать по большей части. Вот отчасти главные причины. Следующий момент. Что делать? Здесь, конечно, нет однозначных вариантов, что делать. Этот вопрос, он такой многомерный, и делать можно много чего. Я привел тут тоже пять таких примеров. Изучать удачные кейсы, кейсы вузов. Я ниже, чуть ниже об этом расскажу. Какие вузы, на какие библиотеки можно было бы обратить внимание. Но они мне показались интересными, по крайней мере. Может быть, вы знаете, какие-то библиотеки гораздо лучше, гораздо интереснее. Вполне себе. Изучать первоисточники по цифровой трансформации. Ну, как, к сожалению. Это обыденность, что все то, что приходит к нам, приходит с небольшой задержкой, года в три, а то и лет в пять. И, конечно же, приходит из запада, из-за рубежа. Первоисточники – это на английском языке, как правило. Ну, или там немецкий, английский, французский. В основном, это английский язык. Следующий момент. Привлекать новые кадры, в том числе и небиблиотечные. Ну, например, мы об этом тоже ниже поговорим, на создание каких-то новых структур библиотеки, новых отделов. Например, отдел по… там, ну, назовем его типичную, какой-нибудь отдел маркетинга, который занимается и разработкой контента, и разработкой плана, продвижения. И там есть еще свой штатный СММщик. Ему не обязательно быть библиотекарем. Это может быть привлеченный специалист. И сейчас практика жизни, практика показывает, что библиотекарь, где бы он ни работал, если у него есть профильное образование, то ему этого образования, как правило, недостаточно, потому что жизнь, она идет безумными темпами, особенно за последние полтора-два года. Казалось бы, было очень много времени, больше полугода, когда все замерло, как нам казалось. На самом деле, все очень сильно развивалось, особенно онлайн-версия этого мира. Менять культуру, культуру общения, как внутри библиотеки, так и университета в целом. Но это, конечно же, не под силу даже директору библиотеки. Тут надо уже работать совместно с кафедрами, работать совместно с ректором, чтобы в целом это была какая-то общая... Ну, или есть проектор по кадровой политике, я знаю, есть такие должности. Работать в целом, менять культуру, менять восприятие. Ну и, конечно же, следующий момент – перебучать коллективы, причем не только библиотечный, но и преподавательский состав, потому что библиотека – это не что-то отдельное, это часть большой образовательной структуры. И как библиотека делает какую-то инициативу на создание списков, проектов, идей, так и кафедры, какие-то объединения преподавателей, это называться может как угодно, ректорат может тоже совместно с библиотекой что-то делать, либо давать какие-то поручения, предложения. Тут такая открытая позиция в этом плане. Следующий момент – проблема научных библиотек. Я, конечно, не указывал все проблемы. Я думаю, как и у любой библиотеки, проблем масса. Я выбрал наиболее такие проблемы, которые мне показались важными. Вектор движения – это проблема. Сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что так или иначе, все библиотеки сейчас, по крайней мере, движутся примерно в одном векторе. Неважно, что это за библиотека. Маленькая библиотека школы, небольшая комната. Муниципальная библиотека, городская, федеральная. Разве что национальные. Можно выделить, все-таки убрать куда-то за скобки. Там вектор развития немножко иной. И городские, и федеральные, и библиотеки университетов научные так или иначе двигаются примерно в одном направлении. И играют, и применяют одни и те же, рано или поздно, одни и те же технологии. Болеют одним и тем же. Это проблемы роста. Где-то и происходит игра с HR-ами, где-то с психологами, где-то с пиарщиками. Все это потихоньку перерастает и уходит, и умирает. Что-то остается. Вектор движения на массовость, на массовые мероприятия, которые не относятся, на первый взгляд, к библиотеке, а иногда и не на первый взгляд. Но со временем это приходит все-таки к каким-то библиотечным прямым мероприятиям. Это общий вектор, от него никуда не уйти. И это как хорошо, так и проблема. Потому что все равно библиотеки разные. У них есть у каждой библиотеки так или иначе своя специфика. Но время сейчас такое. К сожалению, все смотрят друг на друга. Школьные смотрят на библиотеки университетов, библиотеки университетов смотрят на городские и так далее. Это замкнутый круг. И перенимают друг у друга. В этом есть плюс, но в этом есть и минус. Нужно понимать, что подходит именно вам. Но сейчас вектор такой, какое-то целое общее движение, целое общее развитие. Я бы это, конечно, сильно не поддерживал, потому что специфика определенная есть. Еще есть и библиотеки музеев, так или иначе. Но, опять же, движение примерно одно. Следующее. Комплектование фонда и сохранность его. Если фонд где-то больше 100 тысяч, а я знаю, что в научных библиотеках это не больше 100 тысяч, это больше миллиона, а то и двух, трех и пяти, и так далее, то уже возникает проблема. Есть так называемый фонд, который просто не используется, но он очень ценный. Его в любом случае нужно хранить, как-то учитывать. И понятное дело, что почти за всю жизнь библиотекарей, которые там работают, до какой-то части фонда они так и не доберутся. либо могут его не учесть, либо могут чего-то не найти. То есть такая проблема тоже есть. Ну, как бы есть и решение этой проблемы. Конечно, тут нужно финансирование, нужно понимание ректората, что это важно. И, конечно, оцифровка должна происходить. Если данные документы важные, интересные, значимые, хранятся и особо не используются, то все это нужно, в первую очередь, отсканировать хотя бы частями, через гранты, через каких-то жертвователей и так далее. Открытые базы знаний, вернее так, открытые базы данных и знаний. Почему это проблема? Потому что, так или иначе, все сейчас в эту сторону двигаются. Библиотека создает, любая библиотека старается создавать какой-то контент, будь это инструкции, будь это стратегии, будь это какие-то визуальные посты интересные, которые несут информационную нагрузку. Если этого много, если это еще где-то хранится, это превращается в базу знаний. Если это еще и ролики о библиотеке, как ей пользоваться, как там правильно работать, как правильно работать в электронных системах библиотеки. А во многих библиотеках средних, профильных и высших учреждений есть масса различных баз электронных. И не каждый знает студент, да и преподаватель, как ими, собственно говоря, пользоваться. Это становится проблемой. Но все движется, как говорится, вернемся к первому. Вектор движения такой, что знания и все базы будут укрупняться, объединяться со временем и становиться открытыми. То есть любой... Ну, это окончательно неизвестно, когда произойдет, но все идет к этому. Так что любой сможет так или иначе пользоваться, скажем, не приходя в библиотеку ножками, а, скажем так, кликая мышкой. Ну, я думаю, вы об этом знаете. Ну, или, по крайней мере, где-то еще слышали. То, о чем я уже говорил. База знаний библиотеки. Так, вопросов нет. База знаний библиотеки. Это проблема, потому что мало кто понимает, что у многих библиотек она так или иначе уже начинает формироваться. И за ней нужно следить. Это может быть, ну, как правило, на каких-то Google дисках, каких-то внутренних дисках. Скажем так, облачные хранения. Да, неважно, какие они, корпоративные. То есть внутри университетов могут быть свои различные облачные хранения, могут быть внешние Google диски и так далее, Яндекс диски, Mail диски. Все, что угодно. Все, что душе угодно. Это всего лишь вариации того, что можно грамотно и качественно использовать. И что входит в базу данных. Все, что угодно. Все, что производит библиотека. Указатели, информационные какие-то рекомендации, списки, инструкции, плакаты. Если вы это еще систематизируете, а это, скажем так, наша прямая работа внутри этого диска, то это вообще будет классно. И это ваша собственная база знаний. Я бы это назвал, ну, я, конечно, сейчас громко скажу, ну, такой некий свой интернет библиотеки. Но, повторюсь, это все будет укрупняться, углубляться. И тут впору подумать над какой-то общей базой знаний. Это как раз про развитие. Базы знаний, наверное, ну, хотя бы библиотек университетов России. Да, это вот, наверное, какое-нибудь агентство стратегических инициатив. Задача для данного агентства. Чтобы университет, библиотеки научные, ненаучные университетов и колледжей могли туда сбрасывать свои методики, свою информацию. Чтобы был такой некий обмен. И это, в принципе, касается и школ, и остальных библиотек. Вот. Может быть, имело бы смысл сделать что-то единое, что-то одно. Но вот, работать это будет не сразу, как обычно, но это будет работать. Так. Традиционный взгляд. Это проблема. Так. Я буду говорить про свой опыт. Если кто-то обидится, я не виноват. Мой опыт какой? Я встречал за свою жизнь много библиотекарей разного уровня, разных категорий, работали они в разных местах. Они были действительно с дипломами, с высшими, со средними, профильными. И что же я слышал так или иначе? Мне рассказывали про прекрасные советские годы, когда все было хорошо, когда очередь стояла и брали все, и было замечательно. Сейчас такой очереди нет. Приходится рисовать статистику. Интернет пришел и всех уничтожил, всех победил. Вот не было бы интернета, было бы хорошо. Ну, скажем так, греза о прошлом. И не надо ничего делать. Надо просто сидеть и ждать, пока кто-то придет. А никто не придет, потому что интернет. И вот мы не знаем, что будет. Ну, мы догадываемся, что все будет плохо, но мы не знаем, что будет. Но надо сидеть и ждать. Это традиционный взгляд. И это традиционный взгляд всех библиотек. Внутренних библиотек к таким относятся. Библиотеки школы, колледжа, университета. Ну, и ряд каких-то закрытых отраслевых библиотек, библиотек учреждений, музейного типа библиотек. В том числе. Ну, и, пожалуй, все-таки публичных библиотек, открытых библиотек. Такого тоже очень много, к сожалению. Также есть и люди без профильного образования. Их тоже достаточно, которые приходят просто посидеть. Их очень много, к сожалению. Есть обратная тенденция. Когда приходят люди без образования и загораются. Начинают выникать. Не без переборов. Бывают перекосы. Бывают какие-то странные фантазии, уклоны. Ну, грубо говоря, приходит человек с... Там, ракету он строил. Ну, конечно же, он будет делать кружок с ракетами. Рассказывать, как надо делать ракеты. Приходят актрисы из какого-нибудь небольшого театра. Ну, естественно, она будет делать театральную студию. То, что мы делали в своей жизни. Мы приходим в новое место. Мы этим и занимаемся. Другой вопрос, о чем думает заведующий, директор. Ну, кто там, руководитель. Неважно, как он называется. Если голова есть на плечах, то он сотрудника сориентирует. Если головы нет, то, к сожалению, происходит перекос. И библиотека превращается в театр, в бассейн, в секцию айкидо. Во что угодно. Либо, как это очень модно, это есть и в некоторых университетах. Просто по частям сдается кофейням, всему чему угодно. Ну, чтобы была и прибыль, и вроде как польза была. Но когда это происходит, это говорит только об одном, что руководитель некомпетентен и не понимает, что делать с данным учреждением. Замкнутый круг. Так. Соответственно, переподготовка сотрудников тоже есть проблема. Потому что никто в это не хочет особо вкладываться. Все хотят бесплатных вебинаров. Я про руководство, чтобы сотрудники сами развивались. У них была какая-то мощная инициатива. Где же ей взяться-то, если нет такого внимания к библиотеке? Инициатива появляется от внимания, между прочим. Вот. А еще такой замкнутый круг самообучения очень часто не поощряется. Все время ходят и контролируют. А что это ты смотришь вебинары? А что это ты развиваешься? А мы тебя туда не посылали, а нам это неинтересно. Такое тоже, к сожалению, есть и имеет место быть. Нет ресурсов. Нет ресурсов моральных, материальных, физических. Многие люди истощены. Кто-то зарплатами, кто-то устал уже работать. Кто-то подумывает уйти. Кто-то... У кого-то просто... Ну... Кто-то проработал все время и устал от этого. То есть с этим тоже нужно работать. Вот это общие такие проблемы, и они существуют. Так. Ну, о плохом я сказал. Новые компетенции и отделы в структуре библиотек. Это мои личные размышления. Ну, на фоне того, что я прочитал, услышал и о чем я подумал. Что я вижу? В библиотеке университетов могут быть как минимум два образования. Где-то они есть, как я вижу и подозреваю. Где-то их нет. В основном их нет. Первое. Это либо отдел, либо структура, которая может быть внедрена в отдел. То есть единицы, две единицы штатные. Это переводчики. Сейчас я объясню, что. Так или иначе, со временем давление на библиотеку, что именно библиотека отвечает за написание статей, ну, или как минимум продвижение этой статьи, будет нарастать по понятным причинам. Многие журналы, которые попадают, ну, статьи попадают в эти журналы, потом все это замыкается на индексе цитирования. Этот индекс делает хорошую службу преподавателям и университету. То есть статус университета и преподавателей повышается в целом. Да, многие журналы иностранные выходят на английском языке. Поэтому нужно создавать либо целый отдел, либо вводить переводческие должности, чтобы не сам преподаватель переводил или как-то находил какие-то способы переводить статью, а библиотека могла оказать данную услугу ему. Ну, естественно, за счет университета, либо за какую-то там минимальную оплату. Тут нужно этот вопрос рассматривать на каком-то высоком уровне. Это как минимум ректор. Тут нужно об этом говорить. Это очень важная штука, и это точно повысит этот индекс. Следующий отдел. Это важный отдел. Во многих библиотеках его просто нет, он отсутствует. Многие о нем задумываются, но, к сожалению, не получается ввести данный отдел. Это отдел спецпроектов. Зачем нужен данный отдел? Для того, чтобы проводить крупные мероприятия, для того, чтобы делать качественные, хорошие проекты. Давно уже понятно и известно, что библиотекарь, который занимается сканированием, выдачей, не может параллельно еще заниматься. Вернее, может, но страдает качество, так или иначе. Какими-то серьезными, мощными проектами. Он может только входить в группу и помогать этому проекту продвигаться. И в том числе данный отдел может и должен, и обязан, я бы сказал, заниматься грантовой деятельностью. То есть сейчас хотим мы того или нет. Насчет муниципальных, городских, федеральных библиотек история отпадает. А вот насчет библиотек университетов, колледжей, школ, тенденция будет набирать обороты примерно как на Западе. Я бы назвал все-таки Америку, Соединенные Штаты Америки. Университеты будут искать вне бюджета все больше, больше и больше. И, соответственно, библиотеки пойдут по тому же пути. Поэтому такая структура нужна. Да буквально на все будут искать вне бюджета. На какие-то проекты, на какие-то идеи, на переоснащение библиотеки. То есть дополнительные деньги в основном будут искаться вне, а не внутри. Ну, помимо того, что внутри. Вот я с вами поделился своими размышлениями по поводу двух отделов, которые можно как минимум создать. Они были бы очень полезны. По поводу отдела спецпроектов. Ему можно доверить также ведение всех соцсетей и создание контент-плана на все. На видео, на публикации и ведение того же сайта. То есть это, по сути, я знаю, что вы можете, возможно, со мной не согласиться, но, по сути, это становится лицевым отделом. Это становится отделом номер один. И это не говорит об остальных отделах плохо. Данный отдел поднимает уровень библиотеки. Данный отдел говорит ректорату и, возможно, всей России, а может быть, и миру, эй, мы есть, и вот как мы работаем. Это очень важно. Потому что если о вас не говорят, если вас нет, если вы, скажем так, не создаете проекты, то внимание, к сожалению, очень слабое. И постоянно вопрос, а что они там делают. Я с этим сам сталкивался. Так, идем дальше. Должен ли работник библиотеки быть с профильным дипломом? Я об этом выше говорил. На мой взгляд, научные библиотеки сильно консервировались. В этом есть плюс, потому что они сохранили базу мощных сотрудников, библиотек и библиографов, каталогизаторов и так далее. К сожалению, муниципальных, городских, даже в части федеральных, такого уровня сотрудники просто были выбиты по ряду причин, потому что, скажем так, вектор был немножко другой. Нужно было плясать, играть с гармошкой. И этот вектор, кстати, потихоньку приходит в научные библиотеки, потому что этот вектор общий, то, о чем я и говорил. И в этом есть минус, потому что данные сотрудники сильно консервировались и по понятным причинам им сложно перестроиться вплоть до увольнения. То есть они просто не хотят перестраиваться и сами пишут заявление на увольнение. В этом есть, к сожалению, проблема. Если отвечать в целом на вопрос, я считаю вот как. Существует такое небольшое движение, которое мало кто замечает. Но я в него верю и думаю, что оно будет развиваться и набирать обороты и, наконец-то, и в России. Когда мода на иных специалистов, которые сильно развили ряд библиотек, будет меняться в сторону профильных специалистов, потому что есть огромный перекос, и этот перекос видят уже все. То, что библиотеки заходят сильно не туда. Другой вопрос, что библиотеки не знают, куда идти. И эксперты, и многие директора, очень мощные директора библиотек обсуждают не один год. И в итоге никакой общей концепции, хотя есть федеральная концепция развития и так далее. И она направлена как раз на массовые мероприятия. И это касается всех библиотек. Но так или иначе, какого-то общего, правильного, никто не знает, как надо, я скажу так. Никто не знает, как правильно такого именно библиотечного дела, его я не вижу. В основном это что-то, давайте возьмем, как было раньше, и увеличим. И помножим. Вот примерно так. Поэтому я считаю, что со временем, это 10-15 лет, возможно, специалистов профильных будет как меньше, но они будут востребованы. Будут возрождаться кафедры и направления по обучению данных специалистов. И они будут очень нужны. Потому что база сильно растеряна. Ну, я это вижу по другим библиотекам, библиотекам других категорий, к сожалению. Но это будет, все вернется потихонечку на круги своя, и появится какой-то некий баланс, как я это вижу. Так, следующий момент. Мир меняется, и мы это знаем. А где на все брать ресурс? Сейчас я вам постараюсь об этом рассказать. Это действительно очень сложно. Но тем не менее, есть министерства, их как минимум три. И во всех этих министерствах, неважно, к какой категории библиотек вы относитесь, вы можете найти свою поддержку. Это гранты и программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации. То есть, как минимум, сделайте список или календарь и шерстите программы данных Министерства. Вы можете найти что-то интересное, что-то уникальное и подать какую-то заявку на грант, либо на программу и получить финансирование. Ректор, директор безумно любит, когда деньги падают. Ну, может быть, не с неба, но когда это не бюджет университета. И это поднимает значимость библиотеки, любой, абсолютно. Это показывает, что библиотека работает. Вот, поэтому пользуйтесь этим моментом, как с точками кипения, так и с грантовой работой. Гранты бывают и немножко иного уровня. Есть гранты мэров, неважно, в каком вы регионе. Зайдите на сайт мэра, зайдите на сайт мэри и посмотрите, подо что выделяются гранты. Возможно, вы делаете какую-то уникальную электронную выставку. Возможно, вы сканируете какие-то книжные памятники. Вы делаете эту огромную работу. А под это могут выделить гранты. Просто потому, что вы это и так делаете. Это касается и министерств. Это касается мэров, губернаторов. У губернаторов есть свои гранты. Ну, значит, губернаторов точно знаю, что почти у каждого есть. Мэры не у всех. Врать не буду. Знаю, что в Москве, в Петербурге, в остальных регионах не знаю. Но нужно прошерстеть, посмотреть. Это очень важно. Можно найти поддержку у городских собраний и муниципальных собраний. Конечно, это больше касается муниципальных библиотек. Это больше касается городских библиотек. Ну, и в каком-то смысле, может быть, федеральных. Но в том числе библиотеки университетов почему нет? Было бы подо что. И, я думаю, помогут и выделят. Следующий момент. Это различные благотворительные грантовые платформы. Это фонд Владимира Потанина. Это президентский фонд культурных инициатив. Это фонд Рыбакова. Он больше по школам, но там тоже можно интересную мысль предложить. И, по крайней мере, получить какой-то курс и как-то развиваться. Фонд Михаила Прохорова. Фонд президентских грантов. Вы об этих фондах наверняка знаете. Это все ссылки. Вы можете переходить. Я для вас все собрал, чтобы вы не мучились. Так. Этим тоже можно пользоваться. Так же я собрал три источника, где можно познакомиться, посмотреть материалы, как писать грант. От названия, ее целей, задач, миссии этого гранта и вообще, как его подавать правильно. И у каждого, кстати, фонда, который был чуть выше, есть отдельный раздел на сайте, как эти гранты делаются, как они пишутся. Вот. И данными грантами, данными вливаниями вы можете закрыть так или иначе какую-то ту или иную свою проблему. Переходим к примерам сайтов университетов, библиотек. То, о чем я говорил выше. Я немножечко взял, на свой взгляд, сделал такую подборку сайтов, которые мне понравились. Это научная библиотека Сургутского государственного университета. Чем она примечательна? Тем, что они разрабатывают параллельно второй сайт, тестовый режим, и он лучше, первый гораздо лучше. Мне очень понравилась, ну, навигация, скажу честно, ну, средняя, но дело не в этом, дело в наполнении. У них очень много интересных мероприятий, они разные. Многие научные библиотеки вызов грешат тем, что они просто, и мы об этом ниже поговорим, выставляют там что-то одно, ну, там, например, юбиляров. Если сайт таким, ну, библиотека таким занимается, то это убийство. Это просто библиотека убивает свои соцсети, библиотека убивает свой сайт. И никакой студент, никакой преподаватель просто туда не будет ходить. Это просто работа для галочки. Но мы поговорим об этом ниже. Да, вы будете скачивать презентации, я знаю, и все эти картинки, они кликабельны. Вам не нужно будет искать ту или иную библиотеку, сайт ее, нажимаете и сразу переходите на страничку этого сайта. Это для вашей простоты сделано, для простоты работы. Так, следующее. То, что мне понравилось, это целый библиотечно-музейный комплекс Тюгменского государственного университета. Это, он мне очень понравился, он жутко, я бы даже сказал, обалденный. Современный, он написан там, современные, все написано современным языком. Интересные разделы, куча инструкций. Не просто выкладывается, что мы продлили доступ тестовый к электронной системе LINE, а еще и пошаговая инструкция, как в ней работать, какие могут быть сложности и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и остальные всякие пошаговые инструкции, новости. Очень интересный сайт, рекомендую. Заходите, сравнивайте. Это библиотечно-информационный центр Московского политеха. Тоже довольно интересно. Там есть видеоинструкции, визуальное решение. И именно вот как новостной портал меня заинтересовало. Поэтому тоже предлагаю вам посмотреть. Ну, это у нас библиотека высшей школы экономики. Она скорее научная, не научная, а скорее исследовательская. Но тоже довольно много разделов. Интересное оформление, интересное наполнение. Абсолютно пошаговые инструкции. Все собрано в отдельных вкладках и ресурсы. И там памятка читателю, памятка, как оформить билет, все что угодно. Ну, то есть то, что нужно. То, зачем студент и не студент, даже если он не придет, если он зайдет на сайт, он обо всем узнает. Это очень классно. Ну, собственно говоря, для этого библиотека и работает. Чтобы разъяснять вообще, зачем она нужна в хорошем смысле. Так, это Новосибирский государственный технологический университет. Научная библиотека имени Лыщинского. Ну, тут надо заходить. Тут скриншот такой неудачный. Но тоже сайт очень интерактивный у библиотеки. Все меняется, все перемещается. Я, кстати, сразу хочу сказать, не могу сказать, что мне прям все супер нравится во всех сайтах. Скорее, чем они примечательны. Я сделал такую подборку. А в целом я бы от каждого сайта что-то взял и сделал бы свой. И именно как навигацию, структуру, как расположена информация. Потому что у каждого сайта, у каждой библиотеки есть что-то свое уникальное и интересное. Так. Ну, переходим к следующему блоку. Это как раз то, что касается сайтов, то, что я отметил. Примеры событий библиотеки. Скорее, как минус. Ну, то есть то, что расположено на сайте, либо внутри библиотеки какие-то афиши и так далее. Так. Информационные ресурсы библиотеки университета заполнены памятными знаменательными датами и фотоотчетами о выставках. Это безобразие. Я кучу библиотек таких встречал. Желания никакого посещать такой сайт вообще нет. И это бессмысленно абсолютно. Это делается для галочки. Ну, извините, но это так. Информационные ресурсы библиотеки университета заполнены информацией о информационных системах без пошаговых инструкций. Тоже такая история есть, когда этих систем безумное количество, и библиотека бежит, со всеми заключает временные договора. Большинство систем предоставляет бесплатный доступ тестовый, его можно продлять, и библиотеки этим пользуются. И это классно, это здорово. В этом нет ничего плохого, наоборот, плюс. Но когда за месяц таких новостей 15, и у вас 15 доступов, и там нет никакой сопроводиловки в плане инструкции, как с этим работать, то в этом тоже нет смысла. Я себя в этом плане представлял как студент. Честно, я растерялся, плюнул и закрыл. Смысла в этом нет. Нужно понимать, какое сейчас время. Время требует оффлайна и онлайна одновременно. То есть в одну секунду времени нужно делать и то, и то. Следующий момент. Некачественное, удаленное... Нет, я перескочил. Следующий момент. Нет гибридного формата онлайн и оффлайн. Ну, то, что я говорил. Некачественное, удаленное обслуживание. Справки, сканы, электронные ресурсы. Ну, то есть студент вам написал, преподаватель. Вроде висит почта, вроде есть какой-то мессенджер, вроде есть какой-то консультант, но никто не отвечает. Либо отвечают через три дня, когда уже не надо. Ну, если это происходит, то в этом нет смысла. Это только понижает уровень и качество библиотеки и ее обслуживание. Ну, то есть это говорит о том, что все это не нужно. И все это тоже, ну, как для отвода глаз сделано. Так, другие минусы. Так, у меня видео заехало. Нет быстрой, ну, отчасти я об этом говорил, нет быстрой обратной связи через мессенджеры, почту, онлайн-консультанта. Плохая навигация по сайту, куча библиотек, где, ну, вот, честно говоря, вроде бы и новости ничего, вроде бы и отвечают. Но все так расположено неудобно и не хочется с этим работать и разбираться. Человек довольно ленивый, ему нужно все, скажем так, интерфейс сделать довольно симпатичным, простым, без каких-то изысков, но симпатичным и понятным и простым, без вот этих вот нагромождений туда-сюда. Да, это, конечно, убивает желание работать с этим совсем. Ну, плохая навигация не только на сайте, еще и в библиотеке тоже бывает, встречается любой. Это тоже ужасно. Хочется развернуться и выйти. Слишком сложные, строгие правила, какие-то накрутки, там, советских, либо, там, каких-то еще лет, это, к сожалению, есть и во всех библиотеках. Я сам с этим сталкивался, и мы пересматривали правила, и в том числе и библиотекарям тоже, которые считают библиотеку своим домом и придумывают отчасти какой-то свой свод странных правил. То есть не студент, не читатель, не посетитель становится главным, а библиотекарь становится в библиотеке главным. И это разрушает все, к сожалению. Такое есть. Примеры событий библиотек скорее как плюс, со знаком плюс. Так, сейчас уйдет. Не уходит. Ну, ладно. Информационные ресурсы библиотеки университета наполнены разнообразными событиями. Пример. Это я как раз взял с данных сайтов, которые показывал вам скриншоты. Курс, вернее так, конкурс «Лучшая студенческая статья», новости о новых поступлениях и дарственных изданиях, а также дарителях, то есть их история, там, судьба и так далее. Это бывает очень интересно. Анонсы встреч, информационные ресурсы, обязательно с пошаговыми инструкциями. Конференции, неважно, библиотека проводит ваши, не библиотека, университет, не университет. Обзоры журнальных, книжных подборок и так далее. То есть если это все чередуется, это очень здорово. Но если так не будет, 10 новостей, там, подборки журналов, это никому не надо. Говорю сразу. Есть простые и понятные пошаговые инструкции. Пример. Как записаться в библиотеку, как взять, получить информацию, как пользоваться информационными ресурсами. Это тоже, это обязанность библиотеки, такие штуки разрабатывать. И чтобы они были понятны не библиотекарю, а посетителю библиотеки. Пусть лучше они будут непонятны библиотекарю, но понятны посетителю библиотеки. Работает информационное окружение библиотеки. Пример. Социальные сети, почтовая рассылка, мессенджеры. Именно работают. Они сделаны для отвода глаз и просто как какой-то висяк. События проводятся сразу в двух форматах. Онлайн и офлайн. Ну, как это сделать? Если это электронная выставка, делайте бумажную, делайте электронную. Приходит автор, идет прямая трансляция, да где угодно. Сейчас и в Фейсбуке можно ее делать, в Инстаграме. Либо, если у вас точка кипения будет, тем более там есть бесплатная платформа, на которой вы можете делать трансляцию. Приходит какой-то интересный человек. Такая же история. То есть сразу параллельно, офлайн, онлайн. Так, другие плюсы. Открытые библиотеки, открытая атмосфера, открытые библиотекари, открытая атмосфера, открытая библиотека. Это подкупает всегда. Удаленная обратная связь. Библиотека, чтобы могла где-то, поставила какую-то себе задачу, да, это внутреннее решение должно быть, чтобы в течение 10 минут любой запрос, ну, ладно, 15, ну, это сами пусть определяют библиотекарь. Я так, я не указываю, я просто говорю, как бы это было бы лучше. В течение 10-15 минут запрос был бы выполнен, неважно, откуда он пришел, с сайта, с почты, с мессенджера, откуда угодно. И нужно скан предоставить, там, какого-то положения, еще чего-то. Он будет предоставлен. Нужно там еще ответить на вопрос. Этот вопрос будет отвечен. Какая-то ссылка будет прикреплена. И как раз из базы знаний, которые делает библиотека. К чему относятся инструкции тоже. Дружественное окружение информационных ресурсов библиотеки. Ну, я об этом говорил выше. Если вы делаете подряд 10 выставок странных фотоотчета, это недружественное окружение. От этого болят глаза и пропадает желание. Если делаются бесконечные подборки, то это говорит о том, что эти подборки нужны только библиотеку. Это тоже недружественное окружение. Если все соцсети этим забиты, то их никто не будет смотреть. Все должно быть хотя бы минимально красочно, симпатично. Ну, и хотя бы чередоваться. Должно быть хоть какое-то разнообразие. Ну, конечно, в рамках той библиотеки, где происходит работа. Так, следующий момент. Удачные форматы сетевых событий. Так, у нас может время поджимать, я могу не успеть. Есть знаменитые сетевые события в нашей стране, в которые и в том числе библиотеки, колледжи, университетов могут принимать участие. Это как элемент вашего, я не знаю, развития, неразвития. Наверняка многие принимают участие. Но, повторюсь, я на всякий случай об этом скажу, потому что оказывается, что кто-то чего-то не знал, не видел, либо не думал, что это можно, можно принять в этом участие. Конечно, можно. Также есть ссылки, чтобы вы не искали ничего. Библионочь, живая классика, ночь музеев. Многие библиотеки университетов, даже и колледжей, да и школ, являются еще и музеями параллельно. Я не очень, кстати, за это. Но если они очень огромные, то почему нет? Просто если они маленькие, то стоит выбор. Либо музей, либо библиотека. Потому что полноценно два в одном. И если это маленькое что-то, развиваться не могут. Если это большой комплекс, то да, согласен. Открой рот – это что-то наподобие живой классики, только немножко по-другому. Тотальный диктант, экодиктант, этнографический диктант. Это только минимум. Можно поискать таких сетевых мероприятий очень-очень много. Это работа со студентами, и это повышение статуса библиотеки. В глазах окружения библиотеки университета и колледжа. Ну, это вот студенты, преподаватели, выпускники, администрации, техработники, поступающие. Это все. Это все. Ну, и внешняя среда. Тот, кто смотрит... Тот, кто... Ну, как я, например, да, анализировал сайты библиотек, что-то там смотрел. Я – внешняя среда, внешний человек. Это в том числе работает и на таких людей, как я. Вот. С этим можно работать. И это все бесплатно. Вот. Это еще и можно зачесть как некое... Ну, громко скажу, повышение квалификации, потому что модераторам многих этих мероприятий выдают сертификат тот, кто и занимается этим процессом. Вот. Так. Возможный информационный ресурс для библиотеки университета. А, мы потихоньку переходим к концу. Я об этом особо говорить не буду, потому что я просто сделал подборку. Если вы работаете в библиотеке университета, то вы про эти ресурсы в основном знаете. Ну, я тоже знаю. Правда, не могу сказать, что прям про все, про все. Но, как мне показалось, я таких еще... Я не все видел ресурсы, да, из тех, что представил. Может быть, вам это как-то поможет как-то расширить в этом плане кругозор. Они тоже тестовые. Тестовые версии бесплатные. Ну, почему нет? Повысить статус своего университета, расширить базу информационных ресурсов, по-моему, здорово. Вот. Ну, вы... Также есть ссылки на эти... На сайт этих ресурсов. Поэтому особо, скажем так, останавливаться я на этом не буду. Так, с вами был Дмитрий Дворецкий. Я, как обещал, сбрасываю вам план движения на примере научной библиотеки имени Железнова. Это университет, аграрный университет имени Тимирязева. Это трехгодовой план. Я его сам лично писал. Берите, пожалуйста, смотрите по ссылке. Он может... Ну, пригодится. А не пригодится, ну, значит, не пригодится. Так, у нас есть вопрос. Лариса. Да, я извиняюсь, что не ответил. Я просто боялся не успеть. Много просто безумное количество информации. Я даже, мне кажется, переборщил. Так, 100 лет со дня рождения Некрасова. Не понял. А 100 лет со дня рождения Некрасова. Сообщите кто-нибудь о такой опечатке. В смысле, опечатка в презентации моей или... Или что? Или это просто... Ну, возможно, возможно, была опечатка. Но, если честно, я Некрасова не помню у себя в презентации. Ну, может быть, да. Да, 200, 200. Ну, я не помню... А, ну, я... Да, да. Ну, я не могу отвечать за сайт университета. Ну, опечатались, бывает. Бывает, ничего страшного. Коллеги, я вам все рассказал. Значит, я хочу, чтобы вы задавали мне вопросы. Если таковые есть. Давайте вопросы. Иначе... Смотрите. У меня профильное образование. Среднее профильное. Я проходил практику в ряде университетов. Я был... Я писал университет имени Тимирязева на библиотеку План. Я знакомился с огромным количеством материалов. И я работал... Какое-то время в университете был региональным менеджером по работе со школьными библиотеками. Там есть такие центры при университетах. Но конкретно в библиотеке университета я не работал. Я просто, ну, скажем так, агрегировал опыт, который у меня есть, потому что все это очень схоже и похоже. Изучил много материалов. Ну, и практика, не практика, опыт, не опыт. Все самое разное. Вот. Так, 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 так. Вопросы. Пока у нас есть еще время, минут где-то 8. Давайте. Задавайте вопросы. Неужели я на все ответил? Ну, пока есть немножко времени. Я говорил про какую-то общую тенденцию. К сожалению, образование, оно в руках самих библиотекарей. И нужно, если вы видите себя в данной профессии, занимайтесь самообразованием. Ходите на вебинары. Сейчас довольно много есть бесплатных вебинаров. Сейчас есть вот как раз от этих информационных систем, где вы можете еще и по изучению данных информационных систем, вы можете еще и получить сертификат. Да. Я не знаю, как в библиотеках университета, но в школьных библиотеках остро стоит история с повышением квалификации. Каждый год. То есть нужно подтверждать. То этот сертификат может вам помочь получить дополнительные знания, поднять свою стоимость, в том числе и освоить новую систему. Все мы понимаем, что сегодня мы работаем здесь, завтра мы работаем там, университетов много, колледжей много. Так или иначе, все это пересекается. Если брать общую тенденцию, как я и сказал, она общая, хотя я немножко против этой системы. Все-таки, ну, с ней ничего не сделаешь. Все-таки я говорил с рядом библиотекарей, и мне подтвердили, что в советское время было четкое разделение. Школьная библиотека занималась одним, муниципальная другим, городская третьим, федеральная четвертым, университет своим занимался. Сейчас, к сожалению, все как-то глобализировалось в этом плане. Авторское право и онлайн-ресурсы. Какое правильное сочетание? Спасибо, вопрос из Армении. Так, еще раз я попробую. Немножко не понял вопрос. Авторское право и онлайн-ресурсы. Немножко не понял вопрос. Ну как, авторское право – это важная вещь, без нее некуда. Но если вы берете, если вы, смотрите, если вы создаете свой контент, то это ваше авторское право. Вы вольны делать, что хотите, библиотекой, ну или университетом. Ничего страшного не произойдет. Если это контент каких-то информационных систем, они сами ограничивают это право. То есть вы не пострадаете. Если у вас научная библиотека, и вы какие-то труды публикуете, то, конечно, это 60... Я сейчас точно не помню, это где-то, по-моему, 60 лет. Все, что свыше, там авторское право уже не действует. То есть с этим можно работать. Так. В библиотеке вуза работают 65+, администрация вуза даже не хочет связываться. Да, к сожалению, есть такой момент, потому что я хочу сказать вот что. Я не считаю, что если сотруднику 60, там, если это женщина, если это мужчина, если это инвалид, мы знаем, что во многих библиотеках, в том числе университетов, есть люди с какими-то ограничениями работают. Если это 65+, человек, я не считаю, что с ним не нужно разговаривать. Я не считаю, что он как-то не идееспособен и не может развивать библиотеку. Каждому нужно и можно и возможно дать шанс. Но, к сожалению, это, блин, это тенденция. Администрация вообще не видит библиотеку. И все в руках библиотекарей на самом деле. Именно вы, ну как, можете, не буду говорить должны, можете говорить администрации о том, что, эй, мы есть, мы существуем, вот что мы делаем. Проведите экскурсию директору, расскажите, как это все на самом деле, напишите письмо. Он может отмахнуться, он может разозлиться и кого-то уволить. Знаете, всякое бывает. Ну, просто с этим нужно работать. К сожалению, многие библиотеки, особенно в подразделениях, как я говорил, каких-то, не самостоятельные, а такие, в подразделениях, они, к сожалению, должны работать не только на внутреннюю, внешнюю аудиторию, они еще должны работать на администрацию, в какой-то степени с ней, ну, в кавычках, бороться. То есть объяснять, что мы нужны, мы нужны. То есть вы объясняете студентам, что вы нужны, вы объясняете миру, что вы нужны, вы объясняете администрации, что вы нужны. Вот такое тройное зажатие. Да, это есть и это дурная тенденция, но повторюсь, директоров с головой на плечах становится, и ректоров становится все больше и больше и больше. Время меняется, мир меняется. Как и везде, бывают и не очень компетентные ректора, директора. Что тут взять? Спасибо, мне не понравился ваш анализ и вывод. По деятельности университетских библиотек. Кстати, там в первую очередь нужны разнонаправленные специалисты, особенно в технических и медицинских научных библиотеках. Да, конечно. Если не понравилось, то хорошо. Это мое мнение, оно может не нравиться. Согласен, специалисты нужны разные. Согласен. И опять, научная библиотека, научная рознь. Есть аграрные, есть какие-то там ветеринарные. Есть все, что угодно. И это тоже специфика. Так, так, так. Спасибо, спасибо. Как может быть мотивация на развитие у сотрудников университетской библиотеки с зарплатой 13-15 тысяч рублей? Ну, смотрите, этот вопрос, он на самом деле воздух, но я на него немножко отвечу. Мотивации на самом деле не может быть. Если такая зарплата, то нужно идти разговаривать, ну, естественно, предлагая что-то, да, взамен, чтобы библиотека будет развиваться. Предлагая какой-то план, идеи к ректору. У ректора есть возможность эту зарплату, ну, вопрос на сколько, но поднять. Какими-то надбавками, стимулирующими выплатами и так далее. Если это не происходит, я никого не призываю ни к чему, но если ничего подобного не происходит, каждый волен выбирать, оставаться ему на этом месте или переходить в другое место работы. Знаю кучу случаев, когда в одном районе, например, в одном магазине, ну, давайте пример магазинов возьму. В одном магазине платят там одну сумму, в другом другую сумму. Также есть университетские библиотеки, самые разные, где зарплата может быть разной. Тем более на одном месте работы вам не повышали разрядность, к примеру, лет 5-10 и не повысят. А перейдя, ну, либо вы попадаете в другую библиотеку, вам сразу повышают разряд. Ну, потому что вот так, потому что у них есть такая ставка. И ваша зарплата автоматом от этого увеличивается. То есть тут история такая. Ну, я понимаю, что есть возрастные моменты и боязно, и привычно. Ну, как-то так. У кого-то есть понимание, что, может быть, и как-то сложно это все, и нет смысла никуда переходить. Но это выбор каждого. Вот. Ну, я на самом деле буду сравнивать. Я все-таки сравниваю по зарплатам, а не по каким-то моментам. Я это не с презрительной точки зрения. Я это с точки зрения, что... С точки зрения возможности, что есть выбор. Он, конечно, везде свой. Где-то, например, только два университета на огромную область или три. Это, конечно, сложно. Ну, сложно, да, так размениваться одним университетом на другой. Где-то их больше, где-то меньше. В этом плане, да, есть сложность. Но в целом, если брать в контексте зарплаты, то абсолютно аналогичное сравнение с магазином. Я так считаю. Так, коллеги. Я все услышал. Вопросов больше нет. Я рад, что вы со мной где-то не согласны. Я рад, что вы со мной даже где-то поспорили, где-то возразили. Это очень здорово. Я такое вообще люблю. Спасибо всем огромное. Надеюсь, я был вам полезен. Надеюсь, вы что-то новое узнали. Вот. Поэтому я буду закругляться. Спасибо всем. Всего доброго. Приглашаю Татьяну, которая будет все это дело завершать. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...